всем привет у нас мне кажется уже наступила весна или это просто солнышко нас поддуривает или действительно уже придет весна на балконе у нас 25 градусов у меня так что сегодня связь с балкона потому что я решила вынести свои цветочки пускай не после долгой зимы даже можно сказать даже после холодной зимы первый раз они увидели солнышко так бы сказать я их решила вынести на балкон буду постепенно приучать к солнечным лучам чтобы листики на цветочка на цветочках не получили ожоги мне кажется все так делают до 123 часа пускай растения постоят на солнышке потом убрать ее так постепенно 23 дня 4 недельку приучить и тогда солнце не навредит растениям и хочу сказать что вот как-то они стояли у меня там кучно в квартире я их не видела а сейчас посмотрела они у меня так подросли хотя и обстригала кардинально ну так просто не подросли я смотрю и хочу сказать что вот здесь на балконе как-то можно хорошо даже рассмотреть что и как с растениями вот мой жасмин вот такой вот он я его обрезала вот видите здесь вот веточки вот это везде здесь все все это макушка была обрезана и как он хорошо у меня тронулся в рост сейчас пригреет солнышко и он обязательно нарастить цветочные почки зацветет вот такой он большой красивый зелененькие листья на нем здесь у меня холст миолди голубой мандарин и я вот смотрю на ней видите вот листочки были прислонены к окошку и вот они по-видимому подмерзли у меня надо и будет обрезать или шо аналогично я ее обстригала и вот посмотрите как она у меня пошла красиво расти вот такая все цветочки у меня пересажены на я и осенью все попересаживала новую почву здесь иксора сексоры у меня не все в порядке потому что она у меня вот видите какая большая она просто огромная стеллаж она не входит на подоконник тоже и места мало и она стояла возле стеллажа света ей не хватало и она у меня сбрасывала листья просто листопадила видите веточки голые но сейчас она у я смотрю он отрастают час солнышко сейчас солнышко до старт и она пойдет обрастать но хочу сказать что она очень очень долго обрастает вот так потеряла на мне листья хотя смотрите она начинает уже цвести таким нежно таким оранжевым цветом вот только здесь один бутончик а здесь нету ничего ну в общем ей тяжело было зиму пережить ну вот как-то она пережила еще было зиму тяжело пережить дурантия я ее пересадила в такой большой вазон но мне кажется это я за здесь зря сделала всегда всем говорю что нужно на пальчик пересаживать растений растения я наверно пересадила вазон больше наверно пальца два с половиной три ну ничего страшного пока пускай и хочу сказать что аналогично ей не хватает солнце видите она крутит просто листья крутит вредителя на ней нету ну вот она постояла у меня сколько ну полдня где-то здесь на балконе и посмотрите она начала вот молодые листочки она выравнивает так что растению не хватает солнца вот так если будет такая погода классная вот постоянно я ее буду на пару часиков обязательно сюда на балкон выставлять потому что не хватает ей света там здесь бугенвилии мои стоят вот я их обрезала аналогично как и жасмин сейчас они начинают обрастать смотрю у всех они уже цветут я наверно зря я их обстрела а потом думаю не зря потому что они стали пышнее и мои еще зацветут я думаю это мандевилла махровая вот такая она можно сказать даже большая но я не знаю почему у нее от листочки стоит какими-то оливковыми светлеет что с ней я не знаю и вот я думаю вот эти наверное усы ей нужно обрезать сейчас я их обрежу а потом она пустит новые на которых уже будут цветочные почки пока вот эти наверное я обрежу это я сделаю без вас потому что я решила вам просто показать обзорчик сделать а потом буду сама шаманить что-то над растениями здесь у меня вот такой жасмин самбак просто он простой обыкновенный и его я обстригала вот сейчас вот такие наращивает плети большие жасмин очень-очень любит солнышко там у меня нас детка стоит она уже зацветает потому что света ей хватает и она уже зацветает а по-моему даже на этом же смене вон вот она цветочная почечка и она вот она так что и он мне должен зацвести вот здесь меня моя красавица красавица моя как тебя зовут таберни монтана то я помните череночек банки позычила вот такой он уже большой у меня даже есть уже бутончик один и второй этот бутончик скоро распустится а тут еще думает вот такая она зелененькая красивая благоприятно пережила зиму с листиками ничего не случилось вот такая вот она у меня красавица некоторые спрашивают как у вас поживают ваши азалии а вот как вот так никак плохо она цвела одним цветочком в этом году ну смотрю вроде то начинает отрастать новое новая поресель и это уже радует это уже радует даже если нету цветов но хоть она видно что живая и начинает обрастать это самое главное для меня вот ой неудобно так места мало цветы уже огромные это ой красавица брунфельсия моя вчера сегодня завтра да вообще шикарный куст как он оброс даже в объектив них у ним входит вот такая она большая обросла новые листики новые веточки люблю очень это растение и конечно жду чтобы она у меня зацвело то у меня есть молочная на молочная она как-то но не так она обрастает там две палки зато там красивее цветы конечно но это тоже красиво но мне нравится сам куст куст просто она сама себя формирует так красиво получается здесь вот такая огромная у меня это гордение гордение немножечко конечно после зимы начинает хлорозить солнце светит плохо видно начинает хлорозить чуть-чуть но я ее подкормила конечно обрызгала и у нее я смотрю уже появился один бутончик ну жалко что один я думала может хоть три-четыре будет а нет один может у кого есть гордение подскажите почему она моей так мало бутонов я очень люблю это растение люблю ее цветы люблю ее запах ну один цветочек конечно для меня один цветочек это маловато вот это трахелосперу мой я его не обрезала потому что он был маленький не трогал потому у него такие вот древесневшие ветки и он посмотрите посмотрите он у меня будет цвести ой такими будет красивыми звездочными цветочками цвести красота красота очень жду очень жду когда это все буйство у меня засветет так еще одна у меня холст миолди но это бронзе я не знаю что с ней тоже случилось наверное почва многое конечно зависит от почвы мне кажется я слишком сделала и кислую почву и она вот листики отрастить немножечко и она их как бы присушивает или что вот не знаю наверное надо пересаживать в какую-то другую почву потому что информации об этом растении не так уж и много все что накопала я то и применила к ней но по-видимому земля не подходит к этому растению надо пересаживать еще здесь вот такое небольшое растение вот она такая прям переливается листья на солнце и поцирта и поцирта голая а почему голая я не знаю наверное потому что она на зиму вот эти вот нижние листики сбрасывает вот такая она красивая и люблю ее очень люблю неприхотливое растение вот это наверное растение у меня сначала я фиалки начала увлекаться а потом я помню да купил вот это черенок этого растения так что это родоначальник моей коллекции ну конечно я его каждый раз обновляю ну это растение очень очень долго у меня там еще он у меня наверху растения ну это уже будет наверно в другом видео потому что слишком вас не утруждать не загружать своими цветами так что вот такие вот растения сегодня у меня гуляют на балкончике еще раз повторяю это я их приучаю к солнечному свету потом через пару недель когда уже можно будет оставлять на целый день растения я обязательно сделаю всем этим растением профилактику от паутиного клеща потому что я делаю два раза два раза да и все и целое лето я на клеща просто не вне не обращаю внимание потому что его у меня нет фу-фу-фу поплюю и постучу по дереву вот все всем кому понравилось прошу поставить лайк кто не подписывал на мой канал подписывайтесь вот такие у меня цветы если кому интересно оставайтесь со мной до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok